Всем привет! Иногда хейтеры, когда хотят меня задеть, пишут, что я работаю китайскими материалами. На самом деле это неправда. Самая большая коллекция материалов, если по брендам смотреть, то это Фиора. И вот в очередной раз у меня посылка от Фиора. Я хочу вам ее показать, сделать, так сказать, обзор. Ну, конечно, это каучуковая база. Обращаю ваше внимание, именно на каучуковую базу. Без каучуковая у меня плохо отработала. Она жиденькая, были отслойки у клиентов, и я ее использую теперь для слайдеров. А вот для сцепления с натуральным ногтем каучуковая база, вот это просто идеально. Напишите в комментариях, кто еще не пробовал, и расскайтесь. Сейчас в двух словах опишу, как ей пользоваться. Убираем все отслойки с ногти. Если у вас будут отслойки от предыдущего покрытия, и плохо убрали птеригии, то есть чешуйки, то значит следующее покрытие отслоится независимо от базы. Просто вы неправильно подготовили ногу. Конечно, переусердствовать не надо, испиливать очень сильно натуральный ноготь тоже не стоит, а то повредите верхний твердый слой. Убрать надо всю пыль. Я убираю сразу, использую спирт. Ну, сейчас я вот показываю ремови. Ладно, не буду в этом видео показывать марку. В общем, нужно взять любой спирт, только не антисептик. Потому что многие путаются, новички, они берут антисептик для рук, который мы просто обезжириваем ногти. И это совершенно другое. Другая жидкость. Вы не путайте антисептик и обезжириватель для ногтей. Это важно. Для меня вообще идеально пользоваться чистым спиртом. Он и подсушивает натуральную пластину. И тем самым мы сразу убираем всю пыль. И да, из-под кутикулы и из-под синусов тоже всю пыль надо убрать. Будут пылинки, значит, будут отслойки. И на базу тут нечего пенять. Дальше никаким праймером я не пользуюсь. У меня праймер есть, но я его использую только для слайдеров, для закрепления. Он расплавляет тоненькую подложку слайдеров и отлично. Но на ногти я его не наношу. То есть спирт и сразу вот эту базу. Она густая, вот такая, создает амортизационную подушечку на ногти. Подводим близко к кутикуле. Если честно, я ее даже под кутикулу завожу. И все нормально. Носка у моих ногтей, у моих клиентов просто прекрасная. Вот очень вам рекомендую эту базу. И также в посылке у меня 8 гель-лаков. Да, хочу обратить внимание, что произошел ребрендинг. Я по привычке могу называть фиоры. Вот, например, здесь фиоры. Теперь это называется дифиоры. Раньше была выкраска на крышечках, сейчас ее нет. Это, в общем-то, не важно, потому что цвета видны на самом флаконе. Но так как у меня в коробке они лежат, я сейчас маленькую коробочку вам покажу. Есть у меня большая, вот в маленькой коробочке. Не видно вот этой выкраски. Я делаю выкраску вот так вот. Спиливаю макушечку флакончика. Обязательно базу наношу, потому что если сразу на пластик нанести гель-лак, он держаться не будет. Поэтому сначала базу, потом гель-лак. Пишу номер, сверху топом запечатаю. Мне вот так-то удобно, пусть это как-то не совсем профессионально, но мне так удобно. И так у меня сегодня вообще набор шикарный. Очень мне понравился наборчик. Здесь будет вот такая типа базы с фольгой. Я когда увидела этот гель-лак, это, обратите внимание, это не база, это гель-лак. То есть это не жесткий материал. Он, да, густой, он наносится как база, но это гель-лак. Он гнется. Когда увидела другого блогера в обзоре, я прям обзавидовалась. Думаю, почему же мне не прислали такой классный материал. Теперь он у меня есть, и я его использую на клиент. Дальше у меня идет вот такой набор с поталью. Обратите внимание, это не блестки. Это хлопья-юки, очень мелкие. Сами хлопья цветные, а основу прозрачные. Почему я заостряла внимание, что это именно хлопья-юки? Потому что, когда вы наносите на ноготь, они не торчат. Когда мы наносим гель-лаки с блестками крупными, то они могут торчать. Вот этот материал, он не дает торчания. В общем, вот такие лаки мне больше нравятся, чем лаки с блестками. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и вот один гель-лак с блестками. Это синий витраж. Внутри разноразмерные блестки. И крупные, и мелкие. Я хочу заметить, что этот набор прям как будто специально создан для Нового года. Вот под этот гель-лак даже и дизайна никакого не надо. Он сам будет поблескивать. Да, есть лайфхак. Чтобы крупные блестки не торчали в материале, нужно лак наносить толстеньким слоем. Для того, чтобы эти блестки могли там как бы утонуть и поверхность не торчала. Если будете наносить в два тонких слоя, значит, в их слоях будет торчать. А если один толстенький, значит, эти блестки могут там как-то устаканиться. И следующая подборочка. Это витражные гель-лаки. Шикарные витражи. Я вот только хочу обратить ваше внимание. Вот 246-й. Он с виду кажется сиреневый. Когда достаешь вот из флакончика, я и стала на клиенте делать этот цвет сиреневый. Потому что остальные ногти я делала вот этим гель-лаком сиреневым. И мне показали, что они союзники сначала. Изначально они как бы оба сиреневые. Но после просушки вот этот гель-лак стал соответствовать цвету на флакончике. То есть он стал все-таки цветом фуксии. Вот обратите внимание на это. Субтитры подогнал «Симон»! Давно мечтала о красном витраже. Вот он такой жиденький. Он не то, что прям красный. Он скорее алый, светло-красный. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вообще отличный материал. Ну и вот этот желтенький, даже ближе к янтарному. Да, правильно сказать, янтарный цвет. Витражи очень выручаю для создания одежды. Дизайн с кошачьим глазом. Вот у меня есть один яркий серый. И чтобы сделать его цветным, я просто добавляю поверх витража. Можно прям в него капнуть витраж, какой нужно. И, пожалуйста, будет вам цветной кошачий глаз. И не нужно иметь палитру и сто куч цветов. Ну и кроме того, с витражами получаются очень интересные дизайны 3D. Также можно добавлять в гели для создания витражных гелей, для выкладных френч. В общем, витражные гель-лаки – шикарный материал, который нужно иметь в палитре обязательно. Такой у меня обзорчик был сегодня. Просто шикарный. Мне понравились все гель-лаки без исключения. Повторяю, что, на мой взгляд, это какая-то подборка новогодних гель-лаков. Выкрашиваешь, вешаешь на палитру и все. И на Новый год они будут востребованы. Я вот в этом уверена на 100%. Где купить эти гель-лаки, я думаю, что вы все уже знаете. Ссылку я не могу оставить из-за нарушения правил. Вот такие вот, скажем так, странные у нас сейчас законы. Так, и все тут на слове «закон». Сразу все разбежались у меня. В общем, девчонки, если кто не знает вдруг, как найти в поиске официальный сайт гель-лак-фиоры, спросите в комментариях. Вам кто-нибудь ответит. Все будет прекрасно. Надеюсь, что этот обзор был вам полезен, интересен. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!